Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова Речь идет о людях, которые строго соблюдают пять основных правил, ежедневно потребляют не менее 400 граммов овощей и фруктов и не более 5 граммов соли, не курят, соблюдают умеренность в алкоголе и выполняют определенную норму физической активности. Республика попала в число регионов, где количество людей, строго следящих за своим здоровьем, сократилось наиболее заметно. Худшая динамика отмечалась в Еврейской автономной области – минус 87%. Забросили ЗОЖ также жители Белгородской области, Адыгеи, Приморского края, Самарской области. В целом, россиян, предпочитающих здоровый образ жизни, больше на Кавказе и юге России, а меньше на Дальнем Востоке и в Сибири. Даже без учета вредных привычек, жителям суровых климатических зон менее доступны овощи и фрукты, а также занятия спортом на свежем воздухе. В Уфе на улице Октябрьской революции и прилегающих территориях высадят 660 новых деревьев взамен старых. Озеленение проведут в ходе продолжения реконструкции, сообщили в городской администрации. В этом сезоне работами охватят участок от Ленина до Цурю по протяженностью 300 метров. Убирать деревья начнут в ближайшее время с 23 февраля по 8 марта. Перед выдачей соответствующего разрешения специалисты провели обследование состояния растений. Эксперты Уфимского института биологии составили дендроплан и подготовили заключение. Всего на участке 257 деревьев, их средний возраст 70 лет. Большинство деревьев имеют повреждения и относятся к категории ослабленных. Остальные относятся к категории отмирающих и сухих. Также стоит отметить, что аварийные деревья несут угрозы жизни и здоровья граждан. Взамен старых деревьев при благоустройстве территории планируется высадка более 660 деревьев. Таких пород, как клен, яблоня, сосны, липы, рябины. Кроме благоустройства в рамках реконструкции планируют выполнить переустройство подземных коммуникаций. Появится велодорожка, тротуарная гранитная плитка в едином стиле с улицей Ленина. И в завершение выпуска информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня, юань и евро подорожали, доллар напротив откатился. Китайская валюта прибавила 2 копейки, курсы 12 рублей 77 копеек. Американская подешевела на 14 копеек до 92 рублей 41 копейки. Европейская плюсует 14 копеек до 99 рублей 49 копеек. И лучшие обменные курсы к этому часу – покупка и продажа юань в Солидбанке за 13 рублей 15 копеек и 12.85 соответственно. Покупка доллара в банке Финам за 93 рубля 1 копейку, продажа в Промтрансбанке за 94.10. Наиболее выгодное предложение по покупке евро в Быстробанке за 100 рублей 50 копеек, по продаже в банке Финам за 101.39. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на РБК. РБК.